Анастасия Долинская из школы номер один по достижении 14-летнего возраста оказалась в числе счастливчиков, которым в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации. Если честно, я узнала, что будет торжественное вручение внезапно. И особо я, конечно, к нему не готовилась, но отношусь к этому совершенно спокойно. И понимаю, что паспорт – это, конечно, ответственность, это обязанности. Многих юных граждан волнует, хорошо ли они выглядят на фотографии в паспорте. Как правило, беспокоятся об этом девочки. Но нашей героине в этом вопросе повезло. Мне вообще не нравится, как я получаюсь на фотографиях обычно, но могло быть всегда и хуже. Всегда надо смотреть с позитивом. Настя, несмотря на свой юный возраст, уже определилась в будущей профессии. Она хочет стать графическим дизайнером. А вот о правах и обязанностях, которые у нее появились с получением паспорта, имеет лишь поверхностное представление. Более подробно о новых возможностях и горизонтах ребятам рассказал ведущий мероприятия Андрей Лобачевский. На первом сидении, пассажирском, первом кресле рядом с водителем. Есть ли когда-нибудь? Конечно, со специальным креслом, естественно, да? Конечно, нет, да? Но теперь вы можете делать это официально, по достижению 14-летнего возраста, на первом кресле, пристегнувшись, ездите спокойно. Почетные гости Татьяна Одинцова и Гильда Бот поздравили ребят с таким важным событием и напомнили им о приближении юбилейной даты 75-летия Великой Победы. В 2020 году, год 75-летия Победы над фашизмом, Великой Отечественной войне, это получать паспорт вдвойне приятно. Почему? Ну, мы победили фашизм. Мы, наш народ, герой, герой Российской Федерации. Мы этим гордимся. И, как сказал наш президент, уважаемый Владимир Владимирович Путин, он сказал, каждый день надо вспоминать, каждый день надо читать о подвиге наших настоящих героев. А был такой поэт, Владимир Владимирович Маяковский, да, который говорил, читайте, завидуйте, я гражданин, ну, тогда это было Советского Союза, а вы точно так же читайте, пусть завидуют, что вы все граждане Великой нашей России. В завершении мероприятия фотография на добрую память об этом дне. Милат Рассевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Милат Рассевич.